По результатам внутритрубной диагностики на газопроводе ЕЛЕЦ-2 был обнаружен дефект утоншения трубы. Этот участок газопровода был отсечен и стравлено избыточное давление до атмосферного. В этом районе проходят три нитки газопровода, поэтому отключение одной из них никак не сказалось на производственном процессе. Оглеводороды, добываемые четвертым газовым промыслом, поступают на первую компрессорную станцию «Газпром-Трансгаз-Югорск» по соседней ветке. К моменту приезда нашей съемочной группы бригада линейных трубопроводчиков работала на месте уже третий день. С помощью спецтехники они вырыли котлован и обнаружили проблемный участок. Ребята в первую очередь должны руководить работой экскаватора. При работе одного человека в котловане два человека обязательно должны его страховать. В случае каких-то непредвиденных обстоятельств два человека, которые страхуют, должны быстро, оперативно помочь ему покинуть место. В последующем подняться на поверхность можно будет без чужой помощи, по пологим песчаным спускам. Их формированием как раз и занимаются сейчас специалисты. Для быстрой эвакуации работников из траншеи в случае непредвиденной ситуации на трубопроводе такого большого диаметра должно быть обеспечено четыре выхода. Грунт как монолит, можно сказать. Пока ППУшкой не распаришь, даже хоть экскаватор мощный, все равно не возьмешь его. Нужно быть очень внимательным. Работа очень ювелирная, потому что труба опасна. Нужно смотреть за командами трубопроводчиков. То есть быть очень внимательным и осторожным. Из спецтехники к работам на участке трубопровода Ямбург и Лес-2 привлечена также азотная станция. Расположилась она неподалеку от котлована, возле крана номер 27. При помощи этой установки из трубопровода вытесняют газовоздушную смесь. Это делается для того, чтобы, если будут огневые работы, не образовывалась взрывоопасная газовоздушная смесь. Здесь длина газопровода примерно 10 километров. Азотник качает примерно 6 метров кубических газов в минуту. Вот примерно нам здесь, чтобы заполнить трубу, нужно находиться 7 рабочих смен. Как только все подготовительные мероприятия будут завершены, на площадку заедут специалисты управления аварийно-восстановительных работ «Газпромдобыча Ямбург». Они либо заменят дефектный участок с помощью врезки новой катушки, либо восстановят толщину стенки трубы на плавление металла. И ниток газопроводов-коллекторов, пригодных к эксплуатации на данном участке, вновь будет три. Нелли Харудинова, Денис Курдаков. Ямбурское месторождение.